Как захватывают организации без автоматов и бейсбольных бит, и как не разориться при покупке недвижимости. Уфимские адвокаты делились своим опытом и секретами на юридическом форуме «Легольфорум Уфа». Стрелки, маски-шоу и малиновые пиджаки ушли в прошлое. Но захват предприятий продолжается. Он просто принял другую форму. Теперь рейдеры оделись в пиджаки, галстуки и костюмы, и делают это все изящно и законными способами. Вот такое у нас законодательство. По данным Национального антикоррупционного комитета, ежегодно в России фиксируется 70 тысяч рейдерских захватов. Однако до суда доходят единицы. Чтобы сохранить свою компанию, бизнесмену придется подружиться со своими конкурентами, привлечь внимание общественности и усилить рекламную компанию. Предпринимателям советуют быть внимательными к каждой букве в договоре. Это касается и операций с недвижимостью. Люди лишаются денег в сфере недвижимости, заключая договора аренды и заключая договора купли-продажи, при этом не учитывая, какие нюансы, которые мы предусматриваем, юристы, адвокаты можем предусмотреть. К нам они не обращаются, самостоятельно действуют и таким образом допускают какие-то оплошности. Избежать оплошностей легко. Надо просто проверить контрагента, то есть того, с кем вас связывают договорные отношения. Сделать это можно, получив выписку из ЕГРЮЛ. Также необходимо соблюдать предмет договора. Если берете помещение под склад, используйте его как склад. В заключение юристы советуют проверить условия досрочного расторжения договора. В противном случае прописанные там штрафы могут вас разорить. Чтобы подобных случаев стало меньше, организаторы форума обещают сделать его ежегодным. Андрей Шарыгин, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ.